Я просто не совсем поняла ситуацию. Вы сказали, что они выехали. Ваша мама, ваша мама выехала из Чечни? Да, оттуда мы выехали в 92 году. Сколько человек выезжало? Вот напишите семью. Ваша мама, мама и папа. Три человека выехали. Мама, ее родители. Это три человека. Нет, папа там остался. Выехала я, сестра и мама. Папа там остал. А почему не выехал? А потому что он защищал свою родину. От кого? От ваххабитов. Он защищал родину от своих же чеченцев? От Ногча? Да. Да. Он воевал на стороне России? Да. И что с ним случилось? Ален, а ты знаешь, что такое Дудаев был? Это же свободная страна Эчкерия. У нас свободная страна Латвия сейчас есть. Эчкерия? Да. Эчкерия? Свободная страна? Ну, конечно. А вы знаете... Катя, Катя, а вы знаете, сколько лет вот вашему народу? Нашему народу уже по большей степени лет 70. Нет, я не говорю про советскую страну там или там. Вот чеченцам сколько лет? Вот кавказскому народу, вот вашему Нохче, сколько лет? Вас что, Ленин придумал? Это вас, Ленин, придумал Украину. Хорошо. Вам сколько лет, Нохче, сколько лет живут на этой планете? Северный Кавказ живет... Сколько жил, столько и будет жить. Ну, сколько лет? Двести? Тысяча? Шесть тысяч? Тысяча? Тысяча? Пускай будет тут. То есть вы старше, чем Москва? Конечно. И вы жили без Москвы тысячу лет? Конечно. В Москве 300 лет. Вот она вот сейчас вот создала себе государство при Петре Первом. Какой 300 лет? Какой 300 лет? Ну, Алён, ну, чё ты говоришь такое? Ну, блин, почитай историю. Катя, Катя, Пётр Первый платил дань. Я не знаю, у тебя ребенку, 12 лет твоему дитю. Катя, Пётр Первый платил дань Крымскому хану. Это была последняя дань. После 1721 года даней не было. А вы кому-нибудь платили дань? Нохче платили дань Крымскому хану, Золотой Орде? Чеченский народ кому-то платил дань? Александр Невский платил дань. И он привозил дань на коленях. Знаете, что такое на коленях? 500 лет платить дань на коленях. 500 лет. Вы за всё, как выглядит, тысячу лет, вы когда-нибудь кому-нибудь платили дань? Катя, это очень важный вопрос. Нохче кому-нибудь платили дань в своей жизни? Ответ нет. Кому? Платили. Кому? Платили 180 лет татарам. В каком году? Знаете? В каком году это закончилось? Началось. Ну, я сказала, у Петра Первого последняя дань была в 1721. А у вас когда была последняя дань? Так, давайте так начнём. Дань закончилась в 1868, по-моему. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Татар не было в 1868. Давайте, Катя, я скажу кое-что. Вы никогда никому дань не платили. Чеченский народ никогда не платил дань. Вы не ползали на коленях. И вы жили как-то без Москвы лет так тысяча. И никогда не называли себя русскими. Вы кавказский народ. Вы меня услышали? Катя, я не из Воронежа. Если мои родители заехали в Воронеж, это не значит, что я из Воронежа. И вы тоже не из Бутылиновки? Вы же из Грозного, правильно? Если ваши корни... Я горжусь своей Родиной. Назовите себя чеченкой. Назовите себя чеченкой. Назовите себя чеченкой. Я могу назвать себя чеченкой. Я могу назвать себя чеченкой. Кто для вас Кадыров? Я покажу вас. Чем вам понравится Кадыров? Кадыров, он очень умный и размышленный. Вы не знаете, что в Течне сейчас страшные времена? Вообще никогда, даже не хочу знать. Я знаю свою Родину, это моя Родина. Город Грозный, это моя Родина. Но вы не знаете свой родной язык, да? Я знаю свой родной язык. Скажите, как сказать 68 по-чеченски. Я тебе хочу сказать по-чеченски Тец, бац, вахардац. И все? Да. А вы не хотите Тец, бац, вахардац сказать Путину и Кадырову? Нет, Кадырова я никогда так не скажу. А он не теченец, знаете? А вы знаете, что он не теченец? Он не ногча. Нет. По-моему, он из Дагестана. По-моему, он из Дагестана. Он не теченец. Серьезно? Что, вы этого не могли? Записывай. Вот я вот тебе говорю. Тец, бац, вахардац. Я, честно говоря, не знаю, что это значит. Наверное, какое-то оскорбление. Но дело в том, что вы потеряли свои корни. Вы же не знаете свой язык. Я корни свои знаю. Я корни свои знаю. Я могу тебе показать свой паспорт, где я родилась и вообще. А скажите, а где, а где, где погиб? Это моя Родина. А где погиб отец вашего отца? Он же не уехал в Краснодар. А зачем тебе мой отец? Нет, отец... У меня отец уже... Отец вашего отца. Вы сказали, отец матери воевал на стороне России. А отец отца где воевал? Отцы мои уже старенькие. Да, но в 90-е... А отцы отец в кладбище. В 90-е... На кладбищах там, на Первомайском. На Первомайском кладбище лежат. Подожди, когда пришли русские бомбить Грозный? У вас же были живы родственники в Грозном? Конечно. Ну, они воевали с русскими? Они воевали с русскими? Это... Это не чеченцы воевали. Это воевали ваххабиды. Ваши родственники воевали на чьей стране? Наши родственники не воевали. А что они делали? Наши родственники не воевали. В вашей стране шла война. Что делали ваши родственники? Ты имеешь в виду Россию? Нет, Чечню. Чеченскую республику Ичкерия. Чера-И. Чего ты путаешь, наверное? Чера-И. Чеченская республика Ичкерия. Чера-И. Это не страна была. Это не страна была. Ну, в девяносто первом году распался Советский Союз. А что это было? Как это с Чечня была, а не страна? А что это было? У нас распался Советский Союз. Для чего? Чтобы все люди жили сами по себе. Ну, и вы жили сами по себе. У вас образовался свой президент, своя республика. Вот подожди, Ален, а ты из Воронежа уехала. Подождите, при чем я... Послушайте, у нас распались все республики. Я и спросила, ваши деды или родственники, за кого они воевали? Русские пришли бомбить Грозный. Убито сорок пять тысяч детей. Только в одном Грозный. Русские пошли бомбить Грозный? Ты что, дура, что ли? Ну, а что делали? Ты болеешь? Одиннадцатого декабря девяносто четвертого года. Что произошло в республике Ичкерия? Что там произошло? Грозный не бомбили? Нет. А что, как война проходила? Ты серьезно говоришь о том, что русские бомбили Грозный? Так я говорю, как проходила война, если в Грозный не бомбили? Что там было? Не знаю, как проходила война. Ну, опишите, опишите войну, что там было с девяносто четвертого по девяносто шестой. Так. Так.